Когда женщине нечего показать, она раздевается Я знаю, к чему вы клоните, есть люди, которые это сейчас делают Их, наверное, нельзя обвинять тоже По разным причинам, да, просто я попала, наверное, в ту колею, когда спортсменам платили У питерской баскетболистки Натальи Водопьяновой было три олимпийских полуфинала Все их она проиграла, такая уж судьба Но две бронзы с Олимпиад привезла Одну из Афин, другую из Пекина Сейчас Наталья вместе с своим мужем Олегом Акципетрум возрождает женский баскетбол в Петербурге Она президент Спартака, а он главный тренер Уникальная ситуация не только для российского баскетбола, но и для всего нашего спорта Сегодня мы приехали к Наталье, чтобы узнать, как их семейный союз справляется с такой непростой задачей А заодно выяснить подробностью двух бронзовых Олимпиад Триоху можете на заказ сейчас запросить? Ну, я не знаю, наверное Давайте попробуем Из единого дубля Чуть-чуть Немножко Ничего страшного Вы радовались появлению Зенита в Петербурге Но вот сейчас не изменит свое мнение? Потому что Сибурарену строили для Спартака, а играет там Зенит И Спартак вроде как уже давно на задворках И уже про мужской Спартак Про него не вспоминают? Ну, про мужской Спартак все равно вспоминают, наверное, так, как она является... Ну, история Да, во-первых, история Но тем не менее для нового поколения уже Спартак это слово ругатель Ну, я не знаю, наверное, просто немножко клубы на разных категориях на сегодняшний день И финансовые в том числе Естественно, от этого в первую очередь от бюджета клуба и строится, наверное, формирование команды И в зависимости, кого ты можешь набрать, в какой лиге ты можешь принимать участие Ну, Спартак это же все уже, конец На сегодняшний день все равно много людей, которые борются за то, чтобы эта команда была в городе И в том году, я считаю, они успешно выступили В тех, да, кубках, в которых они принимали участие, у них были хорошие достижения Вы уже второй год президент женского Спартака Не хотели провести ребрендинг, чтобы была более узнавая вывеска? Может стать тем же «Зенитом»? Не обращались с «Зенитом»? Не стучались? Хотите женскую команду еще? Ну, с «Зенитом» как бы именно по таким вопросам не общались, да И я считаю, что у них на сегодняшний день своя мужская команда продвигается Плюс у нас футбол, да, футбол, наверное, сначала мы начнем, мне так кажется Потом уже баскетбол мужской Женщины, да, они, наверное, менее интересные во всех видах спорта, как получается Даже независимо, если эти команды выигрывают медали Пытаемся сейчас как-то выровнять и жить своей жизнью В принципе, город нам потихоньку идет навстречу Ну, и у нас такой, все равно еще такой путь начинания, наверное Потому что мы начали с большого минуса Команда была совсем в яме Ну, по финансовым вопросам сейчас Тоже все, в принципе, в тяжелом состоянии находится То есть девочки играют просто за хлеб? Нет, почему у каждого? У них контракт гарантированный Но на сегодняшний день, наверное, чего-то большего мы, конечно, позволить И элементарного не можем, потому что мы в жестких рамках Когда сама играла в баскетбол, очень часто слышала, что там в Питере нет команды Наверное, было обидно это слышать, потому что такой город Откуда, ну, как бы только моего поколения, шесть человек Играли на мире и обыгрывали американок Поэтому мне всегда хотелось, чтобы в этом городе независимо буду Я там здесь не буду, была команда У вас уникальные случаи Вы президент клуба, а ваш муж главный тренер Олег Акцеперов Тяжело вообще работать, когда ваш муж, ваш подчиненный? Ну, наверное, у нас вообще-то первый эксперимент, когда мы работаем вместе И получается у нас сейчас вообще Он легко согласился работать под вами? Нет, у нас просто так сложилась ситуация Мы сначала рассматривали других тренеров Но, в принципе, просто переговоры там с агентами У всех были свои условия на сегодняшний день Ну, у меня, наверное, не того уровня клуб Чтобы я могла соблюдать все условия, которые хотят агенты Тренеров там или игроков, да И поэтому... Не потянуть по деньгам Потом, конечно, хотелось бы, чтобы этот человек был из Питера В первую очередь, потому что Ну, у нас большой город и хотелось бы, конечно... Чтобы не оплачивать ему квартиру? Нет, вообще я считаю, что Питер, Москва — это такие города, где можно найти народ Можно найти тренеров Все-таки пытаемся выполнить какую-то установку города И развивать именно питерских спортсменов и тренеров Спортивная задача, конечно, я понимаю, что мы сейчас вышли в Лигу выше Это вообще тяжелая лига И многие у нас девчонки, большинство из них даже в ней никогда не играли Пытаемся, конечно, я думаю, что каждую из них сделать лучше Чтобы они чему-то научились в первую очередь Чтобы кто-то не уехал, пока они молодые Чтобы они могли здесь набраться опыта Пока они выйдут на какой-то уровень И, конечно, хочется как-то ощущать вкус побед Но, конечно, Лига сама по себе сильнее гораздо, чем в том году И, конечно, тяжело даже В крайнем случае, вам будет тяжело уволить вашего мужа? Или семья — это семья, работа — это работа? Ну, мы пытаемся это делить на самом деле Пока тяжело, пока у нас это тяжело получается, да И такое все равно это притирание, оно, видимо, идет Если в жизни оно уже прошло, в баскетболе оно сейчас вот началось А в чем это заключается? В видении, наверное, в видении То есть вы спорите? У него своя позиция Вы не говорите, что я президент? Мое мнение важнее Нет, ну, я не считаю, что этим надо как-то бравировать Ведь всегда ты с любыми людьми, ты разговариваешь В принципе, ну, я всегда общалась нормально, независимо от статуса Если так же это молодой игрок, он что-то не умеет Но, наверное, ему надо помочь, как в свое время помогали мне Я сама играла, и у меня тоже были такие же промахи Я это все понимаю, я не сужу строго Хочется... У вас интересная история знакомства с вашим супругом Он увидел вас по телевизору, как вы играете, влюбился И долго он вас добивался? Ну, у нас действительно, наверное, такая интересная история Мы учились вместе, на самом деле Так Четыре года в институте И когда вспыхнуло? А, наверное, когда все поняли, что я не пойду в магистратуру, да И пятого курса уже не будет, и надо что-то делать Вот, наверное, тогда Потому что я за четыре года два не жила в России, получается Играла, да Ну, там, на Украине И поэтому, наверное, уже это было Или все, мы расходимся, да Или как-то надо встречаться Как тяжело, это два года на расстоянии А мы тогда и не встречались Просто учились вместе То есть, да, какие-то, может, симпатии Но тогда я в баскетболе была, в принципе А что стало переломным моментом, чтобы вы поняли, что этот человек вам нужен по жизни? Где-то, может, он вас поддержал в тяжелый момент? Ну, был момент, когда я уехала в Польшу Когда мы с ним начали уже общаться, да У меня был контракт гарантированный Об этом, ну, он-то точно не знал, да И я сказала, что через три дня должна уехать туда Так, и что? А у него был в то время с детьми лагерь И вот он был в лагере, и он об этом узнал То есть, в принципе, и все Я уехала на четыре месяца У нас пока была виза Потом приехал только делать сюда визу И он потом, да У меня было такое принято решение Что он поедет ко мне и попробует что-то найти там То есть, все, чтобы быть вместе Да И с тех пор вы вместе? Да Это уже сколько лет? Восемнадцать Восемнадцать лет? Чего себе Да Это очень здорово Ну, у вас двое детей, насколько я знаю, да? Да Все, то есть вы в семейной жизни, в личной, у вас все здорово К сожалению, не у всех баскетболистов удачно сложилась личная жизнь Почему я спрашиваю? Например, у моего поколения девчонок, мне кажется, у многих удачно Ну, как бы мы же сами выбираем там или строим это счастье У всех же свои какие-то проблемы И всегда есть периоды в жизни, и они тяжелые Вроде бы мы как бы тоже вместе Но я на тот момент была контрактницей И мы жили по разные стороны тоже очень долго Оксана Казакова сказала, что она бы не смогла так, чтобы там с мужем перекататься в паре Человека стало бы слишком много У вас не бывает такого уже с мужем и на работе, и дома? Я, честно могу сказать, на сегодняшний день дома И он в зале, я в офисе То есть мы здесь почти не пересекаемся Да, наверное, мы больше пересекаемся дома То есть здесь у меня нету вот именно на площадке на сегодняшний день А вот у вас нет на площадке, но вы есть заявки Я помню, Фетисов один раз даже надел коньки И вышел сыграл матч за ЦСКА, как пиара Не хотите тоже? Вообще, в принципе, не хочу Почему? Ну, у вас же есть заявки Не специально? Ну, просто в том году, когда я себя решил дозаявить на полсезона Я решила, что уже, чтобы вот этих заявок не было много Сразу заявить себя на полтора сезона Так Ну, чтобы, если вдруг, ну, как бы надо будет Что, может быть, чтобы спокойнее, может быть, кому-нибудь было И если так получится, то себя оставил в заявке Вот сейчас ваша команда на старте 4 матча проиграла Не хочется вот хотя бы минут на 5-7 выйти в следующей игре? Показать? Ну, следующая игра вы и знаете? Так Честно могу сказать Яхать мне никуда не хочется Ну, в домашний Ну, знаете, надо же тоже тренироваться У них свои схемы И, в принципе, знаете, можно же и помешать Ну Как может? Ну, как-то бронзовый призер Олимпиады кому-то помешает Ну, я знаю, что, в принципе, для меня в спорте Именно как для спортсминки все лучшее оно уже осталось там И его не будет И я уже понимаю, что я не в той форме Да, для меня это все не то Даже эта лига, наверное, я с нее начинала в свое время Когда мне было 16 лет Или, а, 14 лет Мы выиграли ее команду из Касталь Без единого поражения У нас было 35 игр, выигранных из 35 Вы сыграли в трех полуфиналах Олимпиады Наверное, ближе всего были к победе в Афинах Когда проиграли всего-то 4 очка американкам Чего не хватило? Испугались? Ну, вообще, тогда для меня вообще эти были первые официальные соревнования Вы были единственным из клуба легионеров в той сборной? Ну, почему у меня русский паспорт? Русский, но вы были единственным из клуба легионеров в Польске Все остальные были из Екатеринбурга, там, Самара Да, была такая ситуация, что когда, ну, многие узнали, что тренер национальной команды будет Вадим Павлович Капранов Да, поехали именно к нему в команду играть Ну, наверное, если ты год играешь тренером, который на национальной сборной Может быть, легче там, ну, попасть или он тебя как-то подтянет Ну, на самом деле, для меня великий тренер, да Он, наверное, меня не видел в своей команде, да Я три года не могла пробиться в состав сборной в 12 человек Не говоря о стартовой пятерке на Олимпиаде, да Просто в 12 человек Я была все время в третьей пятерке, в лучшем случае Это не как в хоккее, третья пятерка – это в баскетболе нигде, в принципе, да Так можно было сказать, ну, меня тренер не видит и смирится Ну, можно было, но на тот момент, именно перед Олимпиадой Я вошла в пятерку лучших игроков Евролиги Так, Капранов не мог вас не взять Да, и он мне сказал, ладно, приезжай То есть такое было приглашение вот на этот третий год И когда я приехала, тогда я вот поняла, что у меня вот все летело в кольцо Все на тренировках, но на самом деле у меня была такая форма, что я понимала, что я вот сейчас я готова И как потом мне рассказала Лена Баранова, что по моей кандидатуре вопрос был снят уже Попадание именно на Олимпиаду был снят раньше Ну, не как в последний день это решалось обычно И обычно я оказывалась там за кадром Вот, то есть он уже тогда планировал меня Все-таки что произошло в матче с Америкой? Почему не выиграли? Ну, у нас тогда было много народу, которому было там по 23 года, да? Кому-то 22-24 То есть, в принципе, молодой состав, почти полкоманды И, конечно, для многих из нас вообще, ну, это там первая Олимпиада была Какого-то такого опыта Хотя девчонки некоторые съездили уже, выиграли второе место на мире Наверное, вот мы играли-играли Потом в какой-то момент у нас тренер просто сел По-моему, было у нас минус 3 И он ничего не говорил Вот мы бегали-бегали-бегали Ни таймаутов, ничего такого Я даже не помню И потом, как оказалось, у него случился инфаркт Прямо на игре Прямо на матче? Да За 2 или за 3 минуты до конца Кто обнаружил врач? Но потом это выяснилось, естественно, потому что отправили в госпиталь И вся команда, когда уезжала, тренер, ну, остался там Но он знал, что вы проиграли? Да, нет, он все как бы знал Но вот у него как-то вот так вот На нервах, конечно, я все понимаю Он готовил команду Он всегда ехал Ну, вот он всегда ехал только за первым местом То есть у него за золотом То есть, поэтому только туда Все, там, вторые-третьи места, я думаю, он не признавал Вот в полуфинале, кстати, бурную деятельность у скамейки Развел Шабтай Калманович, технический директор сборной Он помогал или больше мешал? Вы знаете, в какой-то степени, конечно, помогал Потому что, наверное, на тот момент у нас и федерация жила лучше баскетбольная Ну, финансово, мне так кажется, да Ну, по крайней мере, как человек сборной, я могу сказать, что у нас, наверное, было все, да Ну, плюс УГМК, естественно, помогал Ну, вот, этот клуб, который на сегодняшний день, да, и в Европе гремит Ну, а вот эти его подсказки по ходу матча, там... Я их вообще не помню, честно могу сказать Я не думаю, что кто-то слышит Все равно все сконцентрированы И нет, все равно акцент был на тренере Это точно могу сказать За победу над американками обещал Калманович все богатства мира? Ой, я, честно, не помню Для меня вообще тогда было вот это попадание Я когда туда попала, и все И дальше вот эти, как сказать, залы Столько народу, мне казалось, что это много Хотя потом, как выяснилось, когда оказываешься в Америке Ну, в принципе, не так уж и много Говоришь, американки так по-хорошему нагло играют То есть могут, как сказать, себя не видеть там И ущипнуть, и как-то локтем двинуть Ну, у них как раз вот в той игре Себя, в общем, привела Дайанта Урази Которая потом у нас очень долго играла, да, в России Она нам как раз, по-моему, три трехочковых изобила Вот в эти решающие моменты Мы тоже не знали, кто она такая Поэтому, в принципе, вот так мы с ней познакомились Почему не удалось ее сдержать? Может, как-то, не знаю, маленькие хитрости Там где-то ее там прихватить Или если полетела, то полетела Нет, я думала, мы тогда тоже очень хорошо сыграли И на самом деле, наверное, вот что смогли, то сделали Не знаю, потому что, ну, все старались Я не могу эту игру сравнить Мне тогда тяжело было Для меня это вообще первая игра была против Америки Я не могу с чем-то сравнить А уже там, когда это был мир Ты уже понимаешь, что мы две игры с американками сыграли Мы выиграли другую, проиграли Тут другое, тут есть какой-то анализ Тут для меня еще все было новое То есть мне тяжело ответить Бронзовую медаль, которую вы выиграли в Афинах Что вы за нее получили? И какую бронзу государство более щедро ценило? В Афинах бронзу или в Пекине? Вы знаете, я, честно, про бронзу в Афинах Тогда, наверное, таких поощрений не было Я даже не буду говорить, сколько мы за нее получили Но это чисто, наверное, чуть больше суточных, наверное Почему так скромно? Ну, тогда это как-то не рассматривалось Единственное, что у нас... А была ли какая-то премия от Калмановича отдельная? От Калмановича, может, была премия там Спартакам Спартаку, ну, игрокам, да, естественно, в его клубе Но нас очень тогда наградил Динаму орденами Именно тогда и Алина Кабаева там находилась Все, кто был на Олимпиаде, занял медали Нас вот это общество Динамо собрало И всех награждало орденами А вас ведь Калманович тоже звал в Спартак? Не жалеете, что отказались? Нет, на тот момент... Какие деньги? Ну, на тот момент, когда он меня звал Я была в УГМК Где тоже было все хорошо с финансами И по сей день у них ничего не меняется Вот И, в принципе, он меня звал, потому что Как он мне говорил Да я на ту разе хотела со мной играть вместе в команде То есть у него и так был шикарный набор А почему они пошли из-за конкуренции? Наверное, манера поведения, да, этого человека Как бы он всех уговаривает, всех Но я не знаю, в принципе У него хорошая команда и так была Я играла за УГМК И на тот момент я, на самом деле, у меня была травма И я не чувствовала, что я сейчас готова играть Или в команде УГМК, или у него Вы говорили в одном из интервью, что Не хотели быть ему обязаны, что Он сказал, вот я дам тебе денег, ты можешь не обязана, да? Ну, у него есть, да, такой подход к людям Был, да, такой подход, да, к сожалению Вот, поэтому То есть вы не хотели, да, подать зависимость? Да А что он имел в виду под понятием? Он может набрать всех Мне кажется, он вообще тоже мог набрать хоть 15 игроков Хоть 16 Обещать там И потом, может быть, что-то там не сделать, например, да? А Капранов руководил потом командой матча за бронзу? Или все на этом? Нет, руководил Руководил Так у него же инфаркт случился? Ну, его уже после игр отвезли То есть у него как приступ такой случился, в принципе И вот Потом уже ему пришлось там остаться, чтобы он не летел Ага, то есть он остался отдельно, он прилетел отдельно? Да, 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 ему нельзя было лететь Через четыре года на Олимпиаде в Пекине у вас история повторилась Снова в группе Вторые после Австралии Четверть финал, пусть не без приключений, но прошли испанок Дальше опять американки, опять полуфинал Но на этот раз уже ощутимое поражение 15 очков Хотя Игорь Грудин, тогда главный тренер Говорил, что перед матчем что-то знает, как обыграть американок То есть получается он лукавил, да? Ну, может быть он знал, но эти схемы не сработали Или мы их не выполнили Поэтому Я вот честно могу сказать, как та Олимпиада, она такой Была странной для меня Потому что мы за третье место, у нас в принципе какой-то борьбы Мне кажется не было С хозяйками, китаянками Там 30 очков, по-моему, разница была Я не помню, но эмоций таких не было Ну, лично для меня, да? Потому что вот это третье место, но мне кажется, что нам легко удалось Легко? Мне кажется, да Я не знаю Мне кажется, что Нет, мы играли, конечно, были моменты, мы играли тяжело Именно там 4 очка выигрывали там у Белоруссии, да? Там со всеми боролись Но я имею в виду именно за третье место, вот медаль Мне кажется, она За сборную России тогда играла натурализованная Бекки Хэмман, американка Да Что она испытала в матче против своей команды Америки? Когда играет американский гимн, когда Хэмман стоит ее бывший партнер Знаете, видно было, что ей тяжело, потому что когда мы стояли на пьедестале, да? Она, по-моему, играла под седьмым номером, а я под шестым Мы стояли с ней рядом Так И звучал гимн Америки, да? И ее вот это состояние видно было, что вот она стоит, она все равно там, да? Она нам, конечно, очень помогла в тот момент Очень много помогала и... Вы не были против ее появления? Знаете, она... Ее многие еще давно уже знали, на самом деле, играли с ней в клубе И она очень по-человечески хороший вообще игрок О, человек, да, в первую очередь И как-то с ней вот этот контакт был Она пыталась что-то говорить по-русски А, ты все-таки пыталась Да, да, как бы То есть она, в принципе, могла сказать по-русски Здрасте, до свидания, спасибо, да? В отличие от Холдена на тот момент Который, как дела? Он не знал, что вообще ответить Хотя у него была российская футболка, да? Да, зато Холден забросил решающий бросок на Евробаскете И принес России золото Все, никто ничего плохого не говорит Мы все радовались этой медали, ребят Интересно, вы за два года до Олимпиады в Пекине Обыграли Американок в полуфинале Чемпионата мира Причем сделали это без Хэммон Может, зря ее взяли? Нет? Ну, та вообще игра, наверное, для каждой из нас Точно останется в истории Потому что, да, на сегодняшний день Больше никто не обыграл Американок Вот Первую игру мы им проиграли, на самом деле Не буду врать, может, 9 очков И получается, что мы поняли, что мы на них попадаем Мы, правда-то, всей командой сели И разбирали, наверное, каждый шаг соперницы Ну, это так было То есть, у нас каждый знал, что мы делаем Как мы играем Мы играли разные защиты против каждой двойки То есть, если там у нас Сью Бёрд Играя с другим С одним игроком мы играем так Другой с другим То есть, мы вот настолько Каждый из нас, ну, отнеслась к этой игре Что, на самом деле На таком кураже вышли И, как я сейчас помню И Илона Корстина, Оксана Рахматуллина Просто вот они бросали Один трехочковый, другой трехочковый Просто вот летело Наверное, летело Вот у всех вот бывает такое Что ты пробегаешь минуту Тебе дают мяч Ты в ту сторону И там три очка Как бы Отличились на тот момент все Да, они, наверное, не поняли Потому что они не привыкли быть В роли догоняющих И тут им пришлось догонять Вот И не догнали Не догнали, им времени не хватило На Олимпиаду 2012 В Лондон Хэммон снова взяли Хотя вы перед играми говорили Что вы против Чтобы в команде были только наши Почему на этот раз вы были против? В принципе, ну, Россия приносила медаль Да У нас подрастало другое поколение И, наверное, ну, мы же все понимаем Что со временем Уже возрастные игроки Ну, будут ухать хотелось Вообще, хотелось, конечно, своими силами пытаться справиться И у нас были русские игроки Кто мог бы поехать и внести вклад Но по определенным обстоятельствам Они не оказались там Почему? Ну, разные ситуации У кого-то были конфликтные ситуации С тренером Да, с тренером Очень жалко Потому что все равно Человека оставить без Олимпиады Ты к нему идешь, да Такой срок, 4 года И вроде бы без травм Без всего подходишь И не оказываешься там В Лондоне вы Наконец не попали в полуфинале на Америку Попали на вроде более удобную Францию Да Но проиграли ей еще хлеще 64-81 И Илона Корсин после матча выдохнула Мы упустили исторические шансы в эти финалы Да, она все правильно сказала В принципе, она сказала, что мы взяли И серебряные медали выбросили в помойку И я тоже это прекрасно понимала Потому что никогда такой сетки более удачной С таким соперником на Францию Ну, в принципе, всегда выигрывать Европу Да, и запнуться об европейскую команду Плакали после матча, сделал? Я когда ехала на эту Олимпиаду Да, для меня она была третья Я понимал, что мы окажемся без медалей Почему? И мне тяжело было это признавать У меня спросили люди И я сказала, что я Ну, ты первый раз так ответил Да, я на тот момент понимала, что у нас их не будет Была очень такая ротация состава Пришли девчонки помоложе Свежая кровь Да, на тот момент Ну, где-то чем-то на тот взгляд Мне казалось ненаученной И тоже элементарному чему-то Или у них, может быть, не было той школы Которую нам в свое время Вадим Палыч Капранов дал Или заложил, наверное, в каждую из нас Потому что мы все равно, все мое поколение Мы вспоминаем его Ну, потому что, честно, первые сборы были Я просто, не знаю, похудела на два размера А что там было так? То есть мы вообще не стояли Мы все время бегали, бегали, прыгали, прыгали Я не знаю Это вообще не заканчивалось А в тихий час учили комбинации Вот их вот так вот их рисовалось Все, играем Их надо было выучить к вечеру Не тошнило потом баскетбол? Слушайте, ну мы тогда сидели по три месяца на сборах И я честно могу сказать Когда после этого ты не попадаешь, да То это тяжело переживать Потому что ты уходишь в какую-то яму И ты уже в клубе не можешь себя Вот так сразу вытащить из этого всего Так, и вот они вот две бронзовые медали, да Вы не боитесь так, да, с собой брать? Потому что вот, например, Антон Подкрашов сказал Что он в секретном месте хранит Я говорю, я вам не скажу Часто их надеваете вообще, приходите? Я даже вам не скажу Когда последний момент Я их держала в руках Какая более тяжелая? Ну, эта тяжелая А вот эта более ценная для меня Это афинская? Да Первая, да? Да То есть все-таки афины более ценные? Ну, на тот момент Но более ценная по разным, наверное, причинам Потому что я вообще У меня мечта была Хотя бы на одну олимпиаду попасть, да В итоге их оказалось три Три С двух вы привезли медали К этой я долго шла, наверное, скажем так И мне кажется, что мой вклад Именно в выигрыш, да Вот этой медали был больше Чем, например, в Афинах Ой, чем в Пекине Хоть раз в жизни вам предлагали их продать? Да нет Нет? Можете себе представить какую-нибудь ситуацию При которой вам придется с ними расстаться? Слушайте, я нет Я, в принципе Наверное, у меня они вот так и останутся Если это когда-то надо будет там кому-то Или когда-то А уже меня, может быть, не будет И кто-то решит их продать Потому что, в принципе Но при вашей жизни вы не допустите? Ну, я считаю, что Я думаю, что у меня не должно быть такой ситуации Я знаю, к чему вы клоните Есть люди, которые это сейчас делают Их, наверное, нельзя обвинять тоже По разным причинам Да, просто я попала, наверное В ту колею, когда спортсменам платили А есть много людей Которые оставили свое здоровье Да, завоевали золото Но при этом они ничего не заработали И сейчас им как бы тяжело жить Поэтому, наверное, это их толкает на такие Как бы Что вы для себя видите Вот на ближайшие 2-3 года Для себя как президента Спартака? В первую очередь Я сама по себе знаю Ну, тяжело Когда дети в раннем возрасте Уезжают в другие города Потому что там лучшие условия Или потому что там просто есть команда А здесь ее нет И у нас, в принципе, столько спортивных школ И достаточно Ну, я считаю, нормальное количество детей Которые могут на какой-то период Вот здесь вот расти В этой команде Играть и чему-то учиться Вот хотелось бы, наверное, что-то Лишь были бы деньги В мире было много прецедентов Вот два этих историй Когда женские команды Делали такие откровенные съемки Снимали, чтобы для получения денег Там зарабатывания Вы бы согласились Как президент Спартака На вот такой шаг? Ну, знаете, есть такая поговорка Когда женщине нечего показать Она раздевается Наверное, что-то в этом и есть Ну, не обязательно полностью раздеваться Нет, что-то такое красивое Ну, знаете, вот Это как мы все время спорим С волейболистками У кого форма красивее Да, им ужасно не нравится наша форма Что, висят эти трусы? Да Но давайте Заметим, что у нас Вся шорты Контактная игра Да, и получается По травмоопасности это третье Да, после футбола и хоккея И у нас немножко разные движения У нас разные контакты Нам просто в такой форме Комфортнее и удобнее Поэтому мы играем в ней Конечно, не в облегающей Да И поэтому, наверное, и тут так же У нас немножко все по-другому Ну, то есть к облегающей форме Баскетболистки никогда не придут? Нет Сейчас же все под телевидение Телевидение может заинтересоваться этим делом? Вы знаете, я один раз наблюдала Когда у нас одну команду переодели Вот в эти облегающие Велоспед, китайцы, да И одна девушка, с которой я в свое время играла Она за минуту раз в восемь подернула Эти штаны Непривычно Ну, неудобно, в принципе, да И получается, вы теперь посчитаете Сколько это будет Если она 40 минут отыграет То есть это ей мешает, значит То есть ей должно быть, в принципе, комфортно Вы сказали, что баскетбол самый травмоопасный После футбола и хоккея Вот самая тяжелая травма, которую вы получали У меня в детстве совсем еще До моей профессиональной карьеры, наверное Как бы мне ударили просто висок локтем Да, это мне еще было 12 лет Не знаю, наверное, тяжело думать Что в 12 лет тебе ударяют специально Но когда ты по 45 очков у себя в команде забиваешь То вы вывели из себя, да, соперница? Ну, я не знаю Я не вывела Просто так получалось, что По детям я, наверное, много забивала И 60 в свое время Что чувствует человек, когда он попадает? Нет, у меня просто Ну, немножко все перевернулось И мне стало плохо на игре И как потом врачи сказали Что гематома перешла через всю голову И случайно я не потеряла зрение И на год запретили играть Два раза у вас, видите, две были, да, две ситуации со зрением Да Родители потом не хотели вас забрать из баскетбола? От греха подальше Ну, честно могу сказать Да, у папы была жесткая позиция Вообще, чтобы я не занималась И год пыталась выдержать это все Но через полгода меня врачи начали допускать Ну, на самом деле Но я ходила уже так тренироваться в обычную школу Не в спортивную не ходила На тот момент втихарях от папы Бегала туда и играла с ребятами Которые были старше меня Ну, потому что на тот момент Понятно, что им было интереснее играть, чем со своими ровесницами Ну, потом, когда папе принесли вот эту медаль Первую Афинскую Она, наверное, оттаялась Вы знаете, да У меня была ситуация, что Когда я ее выиграла Я написала Мама у меня тогда была на своих соревнованиях Ветеранских каких-то И мое сообщение было Мама чем занимается? Ну, она занималась баскетболом Тоже баскетболом То есть у вас гены? Не, наверное, так Она не пошла дальше Потому что ей, может быть, некому было подсказать Она в академической гребле По сей день в ветеранском движении у меня Да, и я написала папе сообщение Что ура, мы четвертый Все Третий, да? Третий, как же ура Какой четвертый ура? Я просто посмотрел, наверное, что четвертый год Вот это было в Афине Да, ура, мы третий И все И я послал это сообщение ему И вот он его Вот пока у него был этот телефон Но оно до сих пор у него Ну, оно у него было вот В смс-ке А папа тоже из спорта или? Папа в свое время Трианства у Нины Васильевны Познанской Которая у нас была президентом федерации Вот Ну, у меня, в принципе, высокая вся семья Поэтому То есть есть кого он был Да, поэтому мяч Они мне долго не давали баскетбольный Они не хотели, чтобы я здесь была Ваши дочери тоже идут в маму с папой? Вот вообще, да Уже сейчас видно Но высоко Вы от них тоже прячете мяч в баскетболе? Нет, старшая занимается А младшая, ну как? Она же все равно все пытается повторить Поэтому все, что можно забрать у старшей Она забирает и мяч, и кроссовки И не важно, что тяжело Или большие кроссовки Все таскать Традиция водопьяных продолжается Ну, я же сама сделала свой выбор Поэтому, честно могу сказать Им решать Я посмотрел в интернете, что у вас рост 188, да? Это правда А самое большое неудобство, которое вы испытывали Во время, пока играли в жизни? А вот, кстати, мне кажется, я стандартная Для баскетбола как раз средняя Вот если мы берем, наверное, именно общество баскетбольное То мне все нормально Мне и каблуки там удобно Все, я там не выделяюсь, мне кажется То есть вы не такая высокая? Ну, как раз у меня получается, если я играла нападающим Это между центровым и разыгрышем Я посрединкой была У нас на тот момент действительно Таких очень много такого роста девчонок было Сталкивались на площадке с баскетболисткой В против которой чувствовались себя такими лилипутами Вот с Австралии играли Еще была в Лондоне ужасная фотография В журнале, по-моему, Максим Почему ужасная? Потому что я шла в проход И она пыталась меня накрыть И она мне просто в глаз Пальцем И как-то фотограф это снял Попала пальцем? Да, вообще, я думал, что я без глаза останусь на тот момент Она, ну, вот именно Прям воткнула Да, да И есть фотография такая Вот, один из самых таких серьезных случаев Ну, пол свистнули Я оказалось, что я забила Потому что я сразу схватилась за глаза Я даже не знала, забила я или нет Но ко мне, вот я помню, игрок подошел Из нашей команды И сказал, все, и я, в принципе, с полузакрытыми глазами Штрафной бросал Потому что я ничего не видела Забросил Да Да, три очка Тогда мы получили И слабому я осталась с глазом Давайте тогда смоделируем ситуацию Вот в матче с Австралией Где вот вы получили Вот этот злосчастный, да, удар пальцем Когда вы вышли на линию штрафных И вот ради интереса Получат сейчас у вас забросить с закрытыми глазами или нет Вот чувствуют, баскетболист, кольцо Опа! С закрытыми глазами, все Ладно, может закрытыми, сейчас все лучше